Наверное, самое главное в путешествиях – это возможность почувствовать себя первооткрывателем, видеть новые земли, находить новые пути, хотя бы для себя, и бросать себе новые вызовы. Так что в этот раз я решил выйти из своей снежной зоны комфорта и отправиться в место, где большинство вообще плохо понимают, что же такое снег. Это Африка. Это Намидия. Первый день в Намибии был, скажем так, техническим. Поменять деньги, взять машину, закупить продуктов. И если на это ушло, ну, может, часа два, то все оставшееся время съело, казалось бы, ерундовая задача – купить сим-карту. Но, как оказалось, только недавно вышел закон, по которому симку можно купить только если у тебя есть местная прописка. К счастью, некоторые операторы вместо прописки принимают подтверждение из отеля с миллионом печатей. Долго на бюрократии останавливаться не буду, в Намибии есть вещи поинтереснее. Просто имейте это в виду, когда сами соберетесь сюда. И, кстати, о деньгах. В Намибии – намибийский доллар. И уже в аэропорту, поменяв деньги, вы сможете познакомиться с животным миром этой страны. Вообще, животных тут легко встретить, просто проезжая по дороге, в чем мы с вами чуть позже неоднократно убедимся. А еще стоит сказать, что все природные объекты, которые мы посетили – платные. Это или национальные парки, или кемпинги. Но стоимость везде невысокая – в среднем это около 800 рублей с человека. Ранним утром выдвинулись в путь. Я и мой друг Дмитрий Смирнов, пилот ФПВ дрона. Он летает по миру и там летает. Испания, Мальдивы, Шри-Ланка. Но, что самое главное, два года назад он уже был в Намибии. И после его кадров и рассказов я как раз-таки захотел попасть сюда. Так что вы увидите немало его ФПВ пролетов в ближайший час. Так вот, мы поехали в национальный парк Этоша. Одно из самых популярных мест в Намибии. И точно заслуженно. Тут абсолютно свободно живут тысячи животных. А сам парк по площади куда больше всей моей родной Калининградской области. Корректнее его сравнивать даже с целыми странами. Он чуть больше Израиля и почти в два раза больше Ямайки. Еще в Калининграде я наткнулся на веб-камеру, которая 24 на 7 транслирует вот этот водопой. Ну, или какой-то из похожих. И буквально три дня назад я сидел за компом и смотрел эту трансляцию. И все эти животные казались невероятно, вообще невозможно далеко. А сейчас я вот буквально в 100 метрах от них. Условно, если я выбегу, то могу попасть в эту самую трансляцию. И мозг еще до конца это все не осознал. Но это очень интересное чувство. В дополнение ко всему непривычному, пейзажам, температуре воздуха, львам по соседству, было еще и левостороннее движение. Ну что, первые метры на правом руле еще и с ручной коробкой. Я чуть-чуть проехал и постоянно правая рука тянется переключиться. Поворотники. Вместо поворотников ты включаешь дворники. Надеюсь, привыкну сейчас. Сейчас прикинь бы заглох. Хотя, если где-то и заглохнуть, то, наверное, тут. Кстати, я знаю огромное количество людей, которые в детстве насмотрелись диснеевских мультиков, фильмов и просто мечтали, и до сих пор некоторые мечтают попасть в Диснейленд. У меня тоже есть один диснеевский мультик, это Король лев, но мы его в детстве называли Тимон и Пумба. Если вдруг тоже так его называли, ставьте обязательно лайк. Так вот, для меня парк Этоша это будет лучший Диснейленд. Ну, согласитесь, разве эти страусы не интереснее, чем человек в душном костюме Дональда Дака? Я, конечно, тот еще орнитолог, но, по-моему, это важно разгуливает птица-секретарь. А еще нам очень посчастливилось встретить черного носорога. Это правда большое везение. И, кстати, как вы видите, черный носорог не черный. Я вам больше скажу, и белый носорог не белый. Его изначально прозвали White, то есть широкий. Но где-то произошла ошибка, и так носорог стал White, то есть белый. А его собрата прозвали черным просто в противовес. Ну, чтобы отличать их. Но это мало волнует этого великана. Он с достоинством несет свое двутонное тело к водопою. А вот бедным жирафам, чтобы освежиться, приходится садиться почти на шпагат. А еще в мой объектив попала гиена. Пользуясь случаем, хочу сказать, что, вопреки стереотипам, гиены, по большей части, охотники, а не падальщики. А еще они, оказывается, из подотряда кошкообразных, а не псовых. Я сейчас осознал, что только что, по сути, сбылась еще одна детская мечта. Я веду в мире животных. Кстати, примерно лет 10 назад здесь, где-то в окрестностях парка Итоша, нашли останки, которые признали самым древним хищником на Земле. Звучит серьезно, правда? Так вот, это была морская губка, которой примерно 750 миллионов лет. И, в общем, вот этот вот спанчбоб охотился здесь на местных бактерий. Ну, а мы сейчас с помощью камеры объективов будем охотиться на кое-кого покрупнее. Короче, сейчас ехали, смотрим, стоят машины, несколько штук. Мы тоже остановились, и непонятно вообще ничего. А потом смотрим, и спит в тени лев, точнее львица. И вообще буквально вот в 10 метрах от нас. Охренеть. Вот здесь львы, штук 6. Вот там жирафы, тоже штук 6. Вот там вот еще они где-то были, сейчас не видно. Я взял телефон, потому что объектив переставлять вообще времени нету. Это охренеть, вообще это просто охренеть, жесть. То есть, типа, от львов до жирафов, ну тут не знаю сколько, метров 500, наверное. А от нас до львов метров 200, не больше. Мы когда подъехали, они что-то смотрели внимательно, типа, что вы, кто вы? Блин, сейчас поснимали львов, и это, конечно, unbelievable был. Значит, очень близко подъехали к той самой львице, и когда она подняла голову, и начала так пристально смотреть, просто в душу смотрит. До нее было буквально 5 шагов. Конечно, было немного волнительно, но мне кажется, кадры получились охренительные. Ну, насчет львицы. Кого я обманываю? На какую душу она смотрела? Я для нее лишь очередной кусок мяса. А вот я ее запомнил на всю жизнь. Слушай, ну смотри, из этой знаменитой африканской пятерки, это у нас зебра, жираф, лев, носорог и слон. Мы поймали всех, кроме одного. Слон от нас все-таки улизнул. Слабая не приметили. Как мы позже узнали у местных, слонов нам встретить было не суждено. Они ушли намного севернее, к экватору. А еще я ошибся, в большую африканскую пятерку входят не зебра и жираф, а леопард и буйвол. И все же, это был один из самых лучших дней за всю мою карьеру путешественника. Друзья, как вы знаете, в своей работе я использую огромное количество профессиональной техники. Но что если я вам скажу, что сейчас съемка ведется на мобильный телефон? Ну просто посмотрите сами. Это новый флагманский смартфон Tecno Phantom X2 Pro с очень мощными характеристиками. И что самое интересное в нем конкретно для меня, это камера. Phantom X2 Pro уникальный смартфон с выдвижным портретным объективом. И чтобы не рассказывать просто про характеристики, вот кадры, сделанные именно на этот телефон. Портретная камера имеет фокусное расстояние 65 мм и высокую светосилу, что позволяет получать шикарные кадры. Кроме портретной камеры есть также основная камера на 24 мм фокусного расстояния и широкоуголка на 16 мм. Но кроме камер, смартфон имеет очень мощный процессор. Это первый в мире 4-нанометровый процессор на 15,3 миллиарда транзисторов. А объем памяти сравним с компьютерами. Все это дает превосходную производительность. А для того, чтобы смартфоном можно было долго пользоваться, он имеет емкий аккумулятор. И что очень классно для путешествий, с возможностью быстрой зарядки. Ищите все подробности про новый флагманский смартфон Tecno Phantom X2 Pro в описании к видео, а мы продолжаем. Только к ночи мы добрались до городка с красивым названием Амаруру. Все, что могу сказать о нем, тут очень хорошо засыпается. Настолько хорошо, что было принято коллегиальное решение пропустить рассвет и просто набраться сил. Ведь новый день нас ждал не хуже вчерашнего. Маленький спойлер. За все время в Намибии не было вообще ни одного обычного проходного дня. Сегодня мы отправимся к горе Шпицкопе. И какая живописная до нее дорога. Если честно, у меня вообще была мысль вместо этого фильма выложить исходники, на которых задним фоном были слышны мои междометия. Ну вот как можно описать эмоции, когда ты едешь с таким пейзажем за окном, а потом вдруг мимо тебя проносится стадо жирафов. Субтитры сделал DimaTorzok Земля вокруг Шпицкопа – это кемпинг. Тут есть и мангалы, и навесы, и места для палаток или автодомов, и туалеты. И по пути к ним вас не утащит Прайд Львов, потому что территория огорожена от диких животных. Первое, что мы сделали в Намибии – это взяли в аренду машину, потому что без машины здесь делать абсолютно нечего. Мы обратились в Africa on Wheels, одна из самых больших здешних компаний, и вот что мы получили – классический ленд-крузер. Настоящий внедорожник на механической коробке с понижайками, с раздатками, в общем, полный фарш, как говорится. Но кроме всего прочего, эта машина еще и укомплектована двумя палатками. Она рассчитана на четырех человек, но так как мы вдвоем, я думаю, нам будет еще удобнее. КОНЕЦ Когда эйфория от первого впечатления проходит, ты начинаешь задумываться, как же вообще все это появилось. Есть предположение, что во времена, когда континенты отделялись друг от друга, лава искала себе выход наружу и вместе с этим поднимала огромные пласты породы. А после всего этого за дело брались уже время и ветер, начинались процессы выветривания, и вот таким вот образом за много миллионов лет примерно и сформировались эти горные массивы. Солнце жарило так, что было аж больно смотреть. Понимаете, какая тупиковая ситуация? Смотреть очень хочется, но через некоторое время в глазах только странное белое пятно в расфокусе. И когда к вечеру свет наконец-то выровнялся, я смог оторваться за весь день. И так, друзья, мы сейчас летали на заказе. И я не думал поднимать коптер, потому что некоторые мне сказали, что на закате картинка, ну, не особо классная, на рассвете она лучше. А так как мы ограничены в батарейках, я думаю, ну ладно, не буду поднимать. Но все-таки решил ради теста хотя бы на одну поднять, и это оказалось просто шикарно. Я высадил две батареи. Не знаю, как я завтра буду снимать на рассвете. Сейчас будем пытаться это как-то заряжать через прикуриватель в машине. Но посмотрим, что же будет завтра, если закат получился настолько классный, а рассвет, говорят, еще круче. Какой же невероятный кайф был начать разбирать палатку на закате, а закончить уже в сиянии звезд. Ведь в южном полушарии можно увидеть новые непривычные созвездия, а знакомые нам открываются по-новому. Над тобой словно другое небо. И я смело могу сказать, что в жизни не видел такого млечного пути. Надежды на рассвет были полностью оправданы. Благодаря утренним лучам горы окончательно приобрели то ли кирпичный цвет, то ли цвет охры. И все это в обрамлении тумана. А миллион неопознанных мною черных птиц идеально дополнил композицию. Кирпичный цвет Легкий туристический завтрак, собрать лагерь и в дорогу. И каждый раз это такая рулетка, что же тебе выпадет увидеть в пути. И это единственное в мире казино, в котором невозможно проиграть. И в этот день нам встретилось нечто странное. Мы увидели вдалеке кучу прилавков. Прилавков посреди пустыни. Подъехав поближе, мы убедились, что зрение нас не подводит. На столах лежали камни, кристаллы, минералы. У каждого прилавка табличка с плюс-минус одинаковым текстом. Меня зовут Джон. Я живу на ферме в нескольких километрах отсюда. Вы можете купить у меня кристаллы. В качестве кассы старые железные бочки. И все вокруг, включая воздух, невероятно сухое. И первая ассоциация, когда видишь это царство песка и ржавчины, мир безумного Макса. И кстати, запомните про Мэд Макса. Потом поймете, к чему это я. А в этот же день, но чуть позже, я случайно встретил одного из собирателей минералов. Но, скажем так, базар с кристаллами был не единственным открытием. Вот этот городок выглядит будто ненастоящий. Словно был построен, как декорации к фильму. Оказалось, что в свое время бедные люди приезжали сюда на трейлерах, чтобы отдохнуть. Привозили с собой какую-нибудь живность и устраивали себе отпуск прямо на берегу моря. А когда у людей стали появляться деньги, то они решили, что зачем искать что-то новое. И принялись тут же строить себе загородные виллы или дачные домики. Кому как больше нравится. А так как сейчас не сезон, то городок и стоит пустой. Но вот так наткнуться на него очень любопытно. Едешь, едешь и ничего кроме песка. И вдруг начинают на горизонте вырастать эти цветные крыши. Ну а третьим сюрпризом стало место, в которое мы и ехали. Мыс Кейп Кросс. Прежде чем я покажу вам его, нарисуйте сами себе в голове картинку. Голубые воды Атлантического океана бьются о берег. Желтый песок, соленые брызги и милые морские котики. Ну, очень же приятный образ рождается в голове, правда? Если бы мы с вами сейчас были в каком-нибудь условном 2050 году и видео смогло бы вам передать запах, вы бы, наверное, даже не досмотрели до этих слов и уже бы все выключили. Хорошо, что у меня очень большой опыт и ластоногих я снимал очень много где. Если вдруг не смотрели предыдущие выпуски, например, про Северные Курилы, обязательно смотрите. А это место Кейп Кросс, где сосредоточены просто тысячи морских котиков. Я сейчас даже подумал, а вдруг котики, которых я снимал когда-нибудь на Камчатке или на Курилах, переехали сюда, ну, поближе к солнцу. И сейчас они лежат, смотрят на меня и думают, этот парень что, преследует нас? И про тысячи это не преувеличение. Тут находится одно из самых больших в мире лежбищ капских морских котиков. Их тут больше двухсот тысяч. И это приводит к двум абсолютно разным последствиям. Все меньше рыбы в воде и все больше туристов на суше. Хочется верить, что второе хоть как-то поможет сгладить первое. Субтитры создавал DimaTorzok На этом мы решили не закрывать на сегодня животную тему и поехали в Волфиш Бэй. Переводится название как Китовая бухта. А на гербе города изображены и кит, и пеликан, и два фламинго. Вот в гости к последним мы и отправились. Но вначале заехали в город Свакапмунд. Заселиться. Так что мы сюда еще вернемся. И тогда я уже расскажу об этом месте поподробнее. Сегодня, видимо, такой день. Мы опять получили бонус от Намибии. А именно этот затонувший корабль. Рыболовный траулер Зейла сел на мель еще в 2008 году. Любопытно, что тогда судно вышло в свой последний рейс. Его опродали на металлолом. Но море не отпустило Зейлу. Дав возможность кораблю спокойно состариться в своей стихии у родных берегов. А фламинго Уолфиш Бэя встретили нас холодно. Даже не повернув свои изящные шеи в нашу сторону. Было и несколько пеликанов. Попади где-нибудь на заднем фоне в кадр Кит. Получился бы оживший герб города. А еще обратите внимание на этого фламинго. Это он не танцует так. А ест. Благодаря необычной форме клюва. Этим птицам удается собирать как маленьким экскаваторам морепродукты. А с помощью специального фильтра во рту фламинго. Грязь и мусор вылетают по бокам клюва. Надеюсь, эта информация хоть немного сделала ваш день лучше. А нам пора в Свакапмунд. Очень симпатичный город, в котором сегодня и заночуем. А последними кадрами, что я сделал в этот день, были закатные дюны Уолфиш Бэя. Получилась такая вот своеобразная пасхалочка к тому, что нас ждет завтра. Сегодняшний день весь будет посвящен дюндрайвингу. То есть, мы будем кататься по дюнам. Звучит, согласен, не очень эпично. Но я слышал, что это крутейший коктейль из красивых видов и эмоций. Из Свакапмунда мы отправляемся в Сэндвич Бэй вместе с Бруно. И на его же машине. Сегодня Бруно будет нашим проводником. Честно говоря, лучше кандидатуры и не найти. Семья Бруно переехала в Намибию в 1883 году. Сам он тоже родился тут. Учился в ЮАР и в Германии. Но вот уже 27 лет проводит здесь экскурсии в дюны. И его компания была первой, кто занялся этим. Так что он знает тут каждую песчинку в лицо. Но, что не менее важно, он знает эту страну. И по дороге с ним можно поговорить обо всем, что связано с Намибией. Мне, например, показалось, что в Намибии люди умеют радоваться жизни. Что тут вообще очень много счастливых людей. Вы знаете, у нас есть стандарт для живения в Намибии. Даже если у нас плохих людей, то есть гораздо выше, чем в любом стране вокруг Намибии. Так что, вы знаете, может быть легче быть счастливым, потому что, вы знаете, жизнь легче. Но, в основном, Намибии люди умеют радоваться. Они умеют радоваться. Они, в основном, радоваться. Они очень открыты. Они любят общаться с людьми. Они любят общаться с новыми людьми. Они любят узнать, что ты из России. Да, да, я знаю. Я знаю, что мой брат, его сын, куда-то идёт в России. Я знаю, что они всегда знают кого-то. Это... Это... Но это делать контакт. Говорят с людьми. Это всегда... Это важно для Намибии, чтобы говорить. Так... И, вы знаете, это не хорошо говорить, если ты не в хорошем состоянии. Или если ты... Ты знаешь... Комплейнинг. Люди не любят, что здесь слишком много. По дороге к дюнам мы заехали ещё раз поприветствовать Фламинго Уолфиш Бэй, с которыми познакомились ещё вчера. Но остановка была недолгой, уж очень хотелось понять и прочувствовать, что же такое дюндрайвинг. Вдобавок, тут часто бывают туманы, и надо просчитать всё так, чтобы приехать на место в окно между ними. Так что ехали мы временами сквозь красивую дынку. Увидели даже африканскую версию ёжика в тумане. В главной роли Антилопа Орикс. Так что вы не можете дальше. Вдобавок и дюнны камены вместе, но вы не можете дальше. И иногда можно уйти в, но в результате, когда дюнны уже начали и закрыть, поэтому я делал по дороге через дюнны. Так что вы должны знать, где дюнны можете ехать, что-то слишком сладко. Если вдруг вы подумаете, ну я точно проеду, сейчас советы почитаю в интернете, это видео посмотрю и прекрасно справлюсь сам. Просто знайте, эта мысль вам не первому пришла в голову. Это позволяет людям взять машины, чтобы идти на Санвич, потому что раньше, когда они были позволены идти, часто люди были скрыты, они были скрыты рядом с морем, и тогда дождь приходит, и машины были скрыты. Многие люди не имеют эксперимент, когда ходят 4x4, и они двигаются в сад, и машина будет встала, и потому что они не имеют эксперимент, они уничтожают клетку, и машина будет встала. Как говорит Бруно, в дюнах нет дорог, только направление. В свое время он изучал подробно эти места, ходил с палкой, проверял где можно проехать, чтобы не угодить в зыбучие пески, потом ставил колышки, разрабатывая своеобразную трассу. Конечно, дюны живут своей жизнью и постоянно меняются, но если ты ежедневно приезжаешь сюда, то это происходит на твоих глазах. Ладно, я думаю хватит матчасти, пора браться за дело. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья мои, ну это было просто невероятно. первый раз, когда он начал съезжать вниз по дюне, я вот так вот, вот так вцепился за кресло, и как в фильме Inception у нас все вещи полетели вниз. Я не знаю сколько там был угол, угол подъема, точнее угол спуска, ну градусов 45, а может быть даже и больше. В общем, это однозначно стоит того, особенно когда на большой скорости ты влетаешь на дюну и непередаваемо просто. Временами казалось, что я как в фильме начало. Будто мир больше не существует в привычных плоскостях. И кстати, насчет кино. Может помните, когда мы нашли посреди пустыни прилавки с кристаллами, я сказал, что все это напоминает мир безумного Макса. А еще сейчас Бруно нам сказал, что буквально вот здесь, прям на этом самом месте снимали самую последнюю часть Мэтт Макса. И он рассказывал, когда проводили съемки, здесь все было закрыто и нельзя было ездить. Так что очень интересно. И вообще, в принципе, очень многие сцены в фильме снимались именно в Намибии. Сэндвич Харбор – место, где встречается пустыня Намиб и Атлантический океан. Это удивительное место. Тут даже простой ланч превращается в настоящий пир. В общем, это место навсегда останется со мной. Теперь нам пора возвращаться в Свакапмунд. И завтра первым делом надо познакомить вас с этим городом. Вот в таком атмосферном и создающем настроение с самого утра отеля на сваях мы жили в Свакапмунде. И, кстати, в нашем путешествии мы ночуем не только в кемпингах. Прожить 10 дней в палатке на жаре – даже для меня перебор. Да и вообще банально заряжать такое огромное количество техники в кемпингах никак не получится. Поэтому мы бронируем отели. И, к сожалению, с уходом зарубежных сервисов с этим начинали возникать проблемы. Но, к счастью, есть приложение, про которое я уже неоднократно рассказывал. Это приложение One2Trip. В приложении более двух миллионов отелей и апартаментов по всему миру. И все бронирования по-прежнему можно оплачивать картами российских банков, что очень удобно. При этом тут же в приложении можно купить любые билеты, после чего в течение пяти дней будут доступны скидки на проживание до 37%. Более того, у One2Trip есть тревел-карта, которая позволяет получать кэшбэк до 15% при оплате бронирования. Карту можно выпустить прямо в приложении за одну минуту. И вам не надо платить за обслуживание карты. Оно бесплатное. Ищите все подробности по ссылке в описании, устанавливайте приложение One2Trip и планируйте свое новое путешествие. Свакапмунд очень симпатичный туристический городок. Тут такой интересный симбиоз Африки и Европы. А еще очень контрастно смотрится то, что многие дома стоят настолько близко, что соседи могут пожимать друг другу руки. Но при этом дороги тут широченные, хотя в городе очень мало машин. Как оказалось, дороги были проложены еще в 19 веке и рассчитаны были на то, чтобы на них могла с легкостью развернуться конная повозка. Я небольшой любитель покупать сувениры, но когда я увидел этого слоника, что-то дрогнуло во мне. Настоящих слонов мы так и не нашли. А закрыть вопрос надо. Так что этот слоник вполне мог бы сказать, это я в Намибии был, а сейчас я дома уже, в Калининграде. А еще примерно где-то тут я понял, что скорее всего мне не хватит жестких дисков. Прошло меньше половины поездки, а у меня уже заполнено около 60% всего объема. А я, к слову, взял с собой полтора терабайта. Поэтому пришлось решить еще один квест. Найти в Африке жесткий диск. И как же повезло, что в единственном магазине в городе был подходящий диск. Который, видимо, долго ждал своего часа. Краска на коробке нормально так выцвела. Кто-то возит в качестве сувениров магнитики, а я, например, жесткие диски. Кстати, касательно туристического сезона в Намибии. Как нам сказали, самый высокий сезон здесь примерно август, сентябрь, октябрь. И в это время здесь практически невозможно забронировать никакой отель. Огромное количество людей, очень высокие цены. И мы приехали сюда в феврале. И нам, можно сказать, очень сильно повезло. Все потому, что в феврале обычно здесь сезон дождей. Но это не какие-то тропические дожди, которые вот начинают и идут целую неделю без перерыва. Здесь дожди идут примерно 3-4 часа. То есть приходит шторм, 3-4 часа у тебя грозы, дожди. И мне кажется, для картинки это все-таки выглядело бы довольно классно. Особенно во время смены штормовой погоды на ясное небо. Но, тем не менее, сейчас погода в феврале стоит такая абсолютно ясная. И в среднем около 30 градусов. Но вот, кстати, Бруно, который возил нас на Сэндвич-Харбор, он сказал, что его самое любимое время в Намибии это май-апрель. Потому что не так холодно и не так жарко. И при этом очень много зелени и выглядит все довольно-таки живенько. А вот самая лютая жара примерно в ноябре-декабре. Мне в это время точно противопоказано ехать сюда. Потому что, как мне сказали, температура примерно 45 градусов в среднем. Мне кажется, это просто жесть. Сегодня главная наша цель – дюны сосусфлей. Ну, по дороге, понятное дело, поищем еще всякого интересного. Но для начала надо заправиться. И вот как выглядит среднестатистическая заправка в Намибии. Это практически пит-стоп Формулы-1. Ты подъезжаешь. И тут же к тебе подлетает несколько сотрудников. Кто заправляет. Кто моет окна. А кто подкачивает колеса. И добро пожаловать в пустыню. Ей уже 80 миллионов лет. И за эти годы тут мало что изменилось. Вообще, пустыня Намиб переводится как «место, где ничего нет». И ей удивительно подходит это название. Мы сейчас буквально посреди пустыни. Остановились, чтобы закрепить камеру на машину. И я вышел. Тут буквально чуть отошел от дороги. И как-то так странно. Такая тишина, что аж в ушах звенит. Мы сейчас ехали, слушали музыку. Шумел ветер. Остановились, заглушили машину. И просто вокруг какой-то вакуум. Невозможное палящее солнце. Не знаю, как это вообще можно передать через видео. Но вот какие-то такие ощущения у меня. А сейчас минутка вредных советов. Рекомендую передвигаться по пустыне именно так. На капоте. И тогда у вас сразу будут и крутые кадры и солнечный удар. Два по цене одного. Вообще, честно скажу, я получил большое удовольствие. Ну где и когда я смогу еще так проехаться. Но лучше все-таки не повторяйте это самостоятельно. Ведь все трюки выполнены профессионалами. Друзья мои, жара просто нереальная. Все перегревается. Камеры перегреваются. Она просто настолько горячая становится. За буквально пять минут съемок к ней невозможно притронуться. Коптер перегревается. Батарейки отказываются заряжаться из-за такой жары. Я уже даже камеру засовывал в холодильник. Батарейки обкладывал холодной колой. Вот она холодная кола. Как ты? Что-то меня, по-моему, тепловой удар прихватил. Короче говоря, жесть какая-то. И самое интересное, что я не могу даже снять рубашку. Потому что как в фильме Хроники Риддика. Он из тени, когда выходил. И у него кожа начинала обжигаться, короче говоря, лучами. И здесь то же самое. Я вот просто все у меня с длинным рукавом. Штаны длинные, кофты с длинным рукавом. Потому что солнце просто невозможно выжигающее. Где-то порядка сорока градусов в тени. И мы когда едем на машине, открываешь окно. Вроде обдувает, но дует просто горячий воздух. Как будто бы теплый фен включили. В тени 40, только тени здесь нет. Да, только тени здесь нет. Реально просто нигде. В машине, конечно, хоть как-то, но... Скажите честно, вот вы сейчас хотя бы на секунду поверили, что это кадры из какой-то новой игрушки? Потому что я когда увидел все это, подумал, что это один в один декорации из игры. А вообще, это очередной пустынный городок с забавным названием. Если вы будете гуглить по названию Солитер, то, скорее всего, ничего кроме сайтов с пасьянсом вы не найдете. В данном случае все совсем по-другому. С одной стороны, значение Солитер переводится как бриллиант или же алмаз. С другой стороны, Солитер это одинокий или же далекий. И в данном случае, совокупность этих двух значений дает что-то вроде неизведанный или редкий алмаз. Но пока мы тут не застряли в текстурах, надо двигать дальше. Потому что сосусфлей одна из обязательных точек для посещения в Намибии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прибыли в сосусфлей. Тут находятся самые высокие в мире красные песчаные дюны. И вполне вероятно, что вы уже где-то видели их фотографии и видео, и нет никаких сомнений, что здесь очень красиво. Вообще сосусфлей переводится как тупиковая долина или долина, откуда нет возврата. И быть может быть, люди просто не хотят отсюда возвращаться, потому что тут очень красиво. Видите, стоят машины? Нет. Вот и я о том. Самая высокая дюна тут 383 метра. Но, надеюсь, мне все-таки хотя бы немного удалось передать масштаб этого места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот уже в который раз я отправляюсь в красивое место со страшным названием. Дэдвлей. Долина смерти. Мы поспали буквально 6 часов и сейчас в спешном порядке собираемся. И вообще, в принципе, все вокруг нас собираются. Мы находимся в кемпинге. И, наверное, нет ни одного лагеря, в котором люди бы спали. Все собирают свои палатки, чтобы успеть к рассвету. Собственно, проехав метров 300, мы оказались у ворот перед национальным парком на Митнауклюфт. На въезд в него собралась приличная очередь из машин, и наша была далеко не в первых рядах. Зато как только ворота открыли, мы быстро вырвались вперед, возглавив нашу автоколонну. И вот ты едешь километров 50, пока не закончится дорога. До Дэдвлей остаются считанные километры. Но это самый ответственный отрезок пути. Чтобы ехать по песку, надо подготовить машину, да и самому морально подготовиться. Говорят, что велика вероятность застрять на этом участке. Так, спустили колеса и выдвигаемся в песочное внедорожье. Песочное внедорожье, нормально сказал. Итак, мы доехали, и по правде говоря, я думал, будет намного сложнее и намного хуже. Как-то вообще пролетели, даже не почувствовали. Я даже начинаю думать, что тут специально нагнетают ситуацию. Мол, доехать нереально сложно. Лишь бы люди бросали свои автомобили и покупали место на шаттле. Но хочу оговориться, это лишь только мое мнение. Очень не хочу, чтобы кто-нибудь застрял посреди пустыни и потом добрым словом меня вспоминал. Когда-то здесь был цветущий оазис. Воды реки Цаухаб дарили жизнь посреди пустыни. Но лет 800-900 назад вода иссякла. Дело в том, что дюна перекрыла сюда и свой путь. И все здесь начало выжигаться неистовым солнцем. И некогда цветущий оазис превратился вот в это. Тут остались только лишь вот эти деревья. И что самое интересное, они практически законсервировались. Дело в том, что они не подвержены ни гниению, ни разложению. Здесь практически нет ветра, потому что все окружено дюнами. И, кроме всего прочего, температура здесь достигает 50-60 градусов. И это последний раз, когда я посмотрю на дюна, они становятся жидкостью и падают. Это Дэниэл Рекштайн. Из Швейцарии. Он один из десятков фотографов, приехавших этим утром поснимать рассвет в Дэдвлей. Как мы уже поняли, он не первый раз в Намибии, но возвращается сюда вновь и вновь. И слушая, как он рассказывает об этой стране, я понимал все больше, что Намибия – это любовь. Чтобы насладиться действительно красивой картинкой, у вас есть всего лишь минут 40, не более. Это буквально за 10 минут до рассвета и 30 минут после рассвета. После этого времени солнце заливает эту всю долину, и картинка так себе. Все штативчики уже собрали все свои штативы, камеры и отправились обратно. В принципе, я и тоже, потому что камеру даже не очень хочется доставать. Солнце вышло, и все это выглядит теперь не так классно. Не знаю, почему некоторые настолько просто, чуть ли не боготворят это место. Но вот откровенно скажу, я не могу сказать, что вот прям вот вау, что прям аж до мурашек. Вот, например, тот же самый шпицкопы, вот реально сильно меня впечатлил, нежели Дэдвлей. Но, тем не менее, делайте выводы сами, приезжайте, смотрите и оценивайте. Ну, или, может быть, вы через видео по картинке сможете каким-то образом сделать свою оценку. Напишите об этом, кстати, в комментариях. И, кстати, кроме всего прочего, сюда приезжать надо на рассвете не только за классным светом, ну, еще и за хоть каким-то, может быть, не знаю, уединением, потому что мы сейчас идем обратно, а нам навстречу идут просто гигантские толпы туристов. Сюда приезжают целыми автобусами привозят. Я уверен, что невозможно ничего нормально будет посмотреть и снять среди снующих туристов. После Дэдвлей мы заселились в отель, немного отдохнули и поехали в каньон Сесрием. И как же круто! Ты едешь, а вокруг тебя проносятся антилопы, страусы, зебры. Я, может, перестал на это бурно реагировать, но в душе невероятно рад каждому встреченному бурумдуку. Правда, порой были и не такие приятные встречи. По дорогам Намибии гуляет бесчетное количество пылевых смерчей. Хотя конкретно этот, на фоне радуги, показался даже довольно симпатичным. Так вот, в сопровождении диких животных и смерчей мы и добрались до каньона. Каньон Сесрием. Само название Сесрием с языка африканс переводится как «шесть кожаных ремней». И такое название каньону дал один из местных жителей. Дело в том, что люди связывали шесть ремней для того, чтобы достать из каньона воду. Они буквально словно в колодец запускали ведро и доставали отсюда воду. И, как видно, позади меня даже есть небольшой резервуар воды в такую лютую жару. Кстати, вот этот вот каньон – это тот редкий случай, когда снимать лучше не на закате и не на рассвете. Можно вообще приезжать в полдень, как это сделали мы. Я думаю, вы понимаете, что в таком узком каньоне на закате и на рассвете просто-напросто не будет вообще никакого света. Редкий этот каньон еще и в том плане, что с земли он выглядит куда интереснее, чем с коптера. С каждым днем на юге Намибии становится все сложнее в плане температуры. Хотя, вообще-то, тут сейчас осень. Ну и я, и техника начинают сдавать. Друзья мои, это, конечно, жесть. Я просто не могу. Я вообще жару так себе переношу. А тут 40 градусов в тени. Плюс у меня 12 килограммов за спиной и в руке стаб вместе с камерой, которую в общей сложности, наверное, килограмма два где-то. Может, даже чуть побольше. И самое интересное, что все перегревается. Камера на санцепеке настолько раскаляется, что на нее, ее в буквальном смысле дотронуться сложно. Она обжигает. То есть, черная камера, она разогревается. И, естественно, она отказывается работать. Она уходит в защиту. Батарейки коптерные, они не заряжаются. Не знаю, сталкивались вы с этим или нет. Но когда ты ставишь очень горячую батарейку на зарядку, она начинает просто быстро моргать. То есть, вот этот индикатор заряда, он не заряжает. Он просто идет быстро. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Быстро идет. И не заряжается никак. Единственный выход, который я нашел, это укутывать все в полотенце и засовывать в холодильник. Хорошо, что у нас в машине есть холодильник. В общем, жара... Жара-то так себе. Минус 50. Изи. Вот плюс 50. Это плохо. Кстати, тут случайно сама судьба подкинула еще возможность продемонстрировать, насколько же тут жарко. В общем, я когда уходил, съел яблоко. И мусорки рядом не было, поэтому оставил на капоте. Это просто сухофрукт. Ну, то есть, можно делать сухофрукты в Намибии очень быстрым способом. Я на сегодня все. Побежал прятаться в тени отеля. Что-то мне подсказывает, что уже завтра мы будем просто летать от счастья. Насчет полета. Это была не метафора. Я устал завидовать своему коптеру. Так что выдвигаемся на вертолетную площадку. Пилот этого вертолета Дуан. Ему 27 лет. Он родился в деревне Вьюар. И с 14 лет мечтал летать на вертолете. Как ты чувствовал, когда ты совершил свою первую полетку? О, нет. Я бы сказал, что в первую очередь это было очень страшно. Потому что это первый раз, когда нет никого рядом с тобой. Поэтому нет никого рядом с тобой, который может дать вам какие-то предложения. Если вы хотите. Но тогда концентрация и focus kick in. И ты делаешь, что было притворено в тебя за последние недели. Прорывая на вертолете. И после тачка, ты просто чувствуешь себя и рад. Ты достигаешься на вертолете, где ты fly на своем. О, это очень круто. Вы уже видели эти лесопы много, много раз. Компания, в которой работает Duan, единственная в стране совершает полеты на вертолетах без дверей. С каждой секундой этот полет становится все круче и круче. Настало время полетать. Я понимаю, что это невероятно заезженные слова про непередаваемые эмоции. Но так оно и есть. Если сравнивать с чем-то, то может с детским восторгом, когда родители в первый раз привели тебя в парк аттракционов. И вот ты взлетаешь наверх, и дыхание захватывает от счастья и адреналина. Мы пролетели над дюнами Сосусфлей. И добрались аж до побережья. И смогли через легкую дымку тумана еще раз полюбоваться союзом пустыни и океана. Я впервые в жизни летал на вертолете без дверей. И ветер был, как еще один пассажир. И он везде. И сверху, и снизу. То закручивается по непонятной траектории. Из-за высоты скорость не сильно ощущается. Но стоит высунуть ногу, понимаешь, что вертолет двигается со скоростью 250 км в час. Удержать камеру вне вертолета нереально. И весь полет я сидел, вцепившись мертвой хваткой в камеру. Честно говоря, этих видов, этих эмоций хватило бы и не на один день. Но очень хотелось успеть добраться сегодня еще и до заброшенного города Калманскоп. Ну, согласитесь, заброшенный город. Звучит очень заманчиво. Так что меняем вертолет на уже родной мне внедорожник и отправляемся в дорогу. И по доброй уже традиции, довольно скоро мы остановились, чтобы снять очередные красоты Намибии. Я поднял коптер в воздух. Ярко светило солнце. И, как пишут в плохих романах, ничего не предвещало беды. Но, буквально через несколько минут я увидел на мониторе трясущуюся картинку, а затем связь с дроном пропала. Я сейчас летел, было все прекрасно, снимал машину. Вокруг просто степь, ничего нету, никаких ни деревьев, ничего. Он летит и просто бах, и все. Сейчас будем искать, я надеюсь, что сможем найти. Но, мне кажется, без шансов, там высота была нефиговая. Он, наверное, просто в мясо превратился. Блин, обидно, пипец. Те, кто говорят, что сложно искать черную кошку в темной комнате, просто не искали серый коптер в серо-желтых полях. Итак, перелезаем через заборы с Павлом Матвеевым в Намибии. Хозяин поля, если ты смотришь это видео, прости меня. Ну что, мы нашли нашего оборванца. Батарейка вздулась от жары, походу. И отстегнулась. Аж паленым пахнет, походу, эта батарейка отстрельнула во время полета. Я не знаю, ну это... Слушай, ну, кстати, прикинь, подвес жив. Хорошо, потому что это самое дорогое. Блин, не, ну он по-любому не полетит, но он включился. Охренеть. Подумав, мы поняли, что, скорее всего, от жары разорвало пропеллеры. А уже все остальное было следствием. Я нашел пропеллеры, 4 комплекта. Точнее, 4 пропеллера, 1 комплект. Если он сейчас полетит, я не знаю вообще, что это. И после нескольких неудачных попыток и возни с батареей, и заклинившими моторами, произошло вот это. А-а-а-а! Да ну, похрен! Чувак, это просто жесть, я вообще не знаю, ты видел какой он побитый? Все что я могу сказать, будьте как мой коптер, верьте в себя, даже когда никто в вас не верит. К сожалению, на поисковую операцию и последующую реанимацию было потрачено много времени, и до Калманскопа мы доехали только к закату. Оказавшись тут, я окончательно убедился, что это место достойно того, чтобы его показали во всей красе. Я, честно говоря, думал, что Калманскоп состоит только лишь из полуразрушенных таких мегаветхих зданий, и ничего интереснее, кроме как поснимать светотень. Тут нету. Но на самом деле, тут есть здания, практически полностью сохранившиеся, ну или как минимум их воссоздали с помощью тех самых вещей, которые находили именно здесь. И ты действительно, как будто бы переместился 100 лет назад. Выглядит все максимально потрясающе. И мне это крайне сильно напомнило Дикий Запад. Просто какая-то игра Red Dead Redemption 2. Если вы вдруг играли, вы сразу же поймете, о чем идет речь. Ну и есть один довольно существенный минус. Тут постоянно невозможно сильный ветер и мелкий песок, который буквально везде у меня. Вся камера в песке, стабилизатор в песке, волосы в песке, лицо в песке. У нас машина вся в песке. Просто имейте это в виду. Так что давайте сейчас, скажем так, небольшой тизер. А для полноценной съемки вернемся сюда в другой день. И кстати, вот этот звук в конце, который идеально подходит для любого фильма ужасов, настоящий. Ветер создал лучший саундтрек для заброшенного города. Только послушайте это. Людыриц небольшой африканский городок. Но здесь есть кое-какой контраст. Я думаю, при словах африканская птица у каждого свои ассоциации. И вероятно, это что-то вроде страуса или фламинго, которых мы уже неоднократно встречали. Но что если я вам скажу, что здесь есть пингвины? В общем, после этого городка есть несколько небольших островков, на которых поселились пингвины. И сейчас мы находимся в около одного из таких. Но, к сожалению, такой неистовый ветер, что даже невозможно устоять на ногах. А до острова метров 200. Не знаю, как это все снимать, но тем не менее. Но, к счастью, я был не один. И у Димы был ответ на вопрос. Как же снять этих парней в смокингах? Нам не удалось снять ни на телеобъектив, ни на Mavic. Но, слава богу, я взял с собой FPV-дрон, который разгоняется до 250 км в час. И даже несмотря на его всю мощь, мне просто кое-как удалось вернуть коптер обратно. Батарейка стала просаживаться. Дрон летел просто вот так вот на всем газу. Но я подснял очень-очень крупно пингвинов. Я был просто там, среди них. И кадры, я считаю, получились очень классные. Живущий тут вид называется очковые пингвины. Правда, у них есть еще одно имя. Их прозвали ослиными пингвинами. Уж слишком они, похоже, кричат. Пока нас отсюда не унесло, надо попробовать уйти своим ходом. Хотя, конечно, после стольких дней испепеляющего зноя, прочувствовать прохладу и свежесть было очень приятно. Но я нашел для себя способ освежиться и поприятнее. Когда будете в Намибии, обязательно попробуйте сок гуавы. Не знаю, как описать этот вкус. Что-то между персиком, ананасом и бананом. Но тут мы еще и заценили кое-что покруче. Если добавить туда вот такой швепс, это получается невероятно крутой лимонад. В общем, запомните этот рецепт. А наша следующая точка на карте Намибии Фиш-Ривер-каньон. Самый большой каньон африканского континента. Вообще, на самом деле, довольно сложно осознать весь этот масштаб. Потому что ты подходишь к краю, и кажется, что это какие-то фотообои. Как бы ты ни пытался менять ракурс, картинка абсолютно не меняется. Соответственно, все эти скалы очень далеко. И отношение одно и относительно другое практически не меняется. Как бы я тут не ходил. И коптер, летишь на максимальной скорости, и все практически статичное. Каньон действительно огромен. 160 километров в длину. Местами до 27 километров в ширину. Поистине увидеть его во всем величии можно только по фотографиям со спутника, на которых каньон похож на след, оставленный за собой исполинской змеей. Кстати, змей в Намибии действительно огромен. Огромное количество. И спасибо им большое, что они не захотели со мной познакомиться. А проводим мы этот день в очень необычном месте. Я думаю, что многие в детстве мастерили из веток луки и стрелы и бегали, изображая из себя охотников. Как жалко, что в наших дворах не росли колчаные деревья. Было бы куда сложить припасы. Местные жители очень долго мастерили из ответвлений этих растений себе колчаны и емкости для еды и воды. Квивер три форест, или лес колчанных деревьев. Ну, как деревьев, это по сути алоэ. Но при этом про них можно рассказать много интересных фактов. Например, обычно такие деревья растут только поодиночке, или очень-очень маленькими группками. И чтобы собрался целый лес, это вообще уникальная история. И такой лес один во всем мире. Кроме всего прочего, эти деревья, словно ящерицы, могут откидывать части тела. И в данном случае это ветки. Если дерево получило повреждение своей ветки, она, например, заразилась какой-то инфекцией, или же пострадала от засухи, то дерево может просто-напросто от этой ветки избавиться. Эти растения важны и для местных животных. Птицы с удовольствием селятся на них. Тут безопасно. А кроме того, птицы получают сразу три в одном. Дом, работа, птицы же и опыляют эти деревья. И ресторан. Тут есть вкуснейший нектар. И, кстати, как я говорил, это не дерево, по сути, а алоэ. И тут валяются стволы, и вот, например, один из них. Посмотрите, насколько он легкий. Роща колчанных деревьев выглядит впечатляюще при любом освещении. Но когда начинает темнеть, эти резные фигуры на фоне неба смотрятся просто невероятно. А какие тут звезды? Правда, волшебное место. Тут вообще очень популярны мастер-классы по астрофотографии. И вот вам суперкраткий мастер-класс от меня. Выбираем композицию, выставляем кадр. После ставим один фонарик справа вдалеке, так, чтобы он освещал всю сцену. Затем добавляем еще один фонарик снизу, прямо перед основным деревом. Но направляем его не в дерево, а в камень. Таким образом получаем более мягкий и менее интенсивный свет. А на следующий день мы вновь отправились в калманскоп. Перед вами один из богатейших городов на континенте. Точнее, он был таким всего сто лет назад. В начале прошлого века, во время строительства железной дороги, тут был найден алмаз. А затем еще и еще. Когда главный инспектор попросил рабочих поискать и принести ему необычные на вид камни, почти все они оказались алмазами. Поселок Старателей превратился за несколько лет в богатейший город. С больницей, цветущими садами, это посреди пустыни, с казино, фабрикой по производству льда. Тут появился первый в Африке трамвай. Постепенно пустыня перестала дарить людям алмазы. Ее щедрости хватило на три десятилетия. И в середине прошлого века калманскоп покинули последние люди. История этого места страшная и красивая. Я даже не знаю, чего же тут больше. Вообще сложно представить, что всего за тридцать с небольшим лет город прожил всю свою историю. Рождение, величие и увядание. Не так давно многие объекты тут привели в порядок. И благодаря оставшимся личным вещам, можно на минуту представить, как же тут жили люди сто лет назад. В этом доме жила благополучная немецкая семья. Муж, должно быть, успешный бюрократ. В этом кабинете работал, взвешивал камни. Все цифры тщательно записывал в книгу учета. Его жена в это время готовила семье ужин. Наверняка она очень радовалась, что сюда доставляют привычные ей продукты из Германии. Платье на завтрашний день она уже вывесила. Ведь завтра концерт в новом театре. Конечно, далековато они забрались от родного Мюнхена. И иногда скучали по его улочкам. Но каким же беззаботным им казалось будущее в этом алмазном раю? Вот такими получились эти 10 дней в Намибии. В них было все. В том числе вещи, казалось бы, взаимоисключающие. Величественные пустыни и океанская свежесть. В нескольких метрах от меня бродили львы и пингвины. Я был в Африке, но временами мне казалось, что я в Европе. Более того, порой я увидел как будто бы островки родного Калининграда. Наша планета очень маленькая, и гуляя по ней, можно найти миллионы пересечений и отсылок. Так жить намного интереснее. Давайте и дальше вместе узнавать этот мир. Если вы получили удовольствие от просмотра, обязательно пишите об этом в комментариях. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Редактор субтитров А.Семкин